Значит, смотрите. Ну, смотрите, мы занимаемся отечественной литературой России. Мы должны с вами понимать, что Россия — это особое тоже место. Я из каких-то дурацких, квасных патриотизмов. Я просто рассуждаю в данном случае как культуролог. Заметьте, это же пересечение Европы и Азии. Это Евразия. Но это не Европа, не Россия. И вот это влияние и Европы, и Азии, как и влияние целой территории, создаёт для русской литературы особое смысловое пространство. И вот понять, попытаться освоить это смысловое пространство — вот задача наша с вами. Попытаться хотя бы какие-то контуры в этом определить. Вот наша задача. Не просто прочитать текст. Если хотите, прочитайте. Вас не заставит. Конечно, не буду я так ходить, и каждого битвы нет. Ну ладно. Чтоб вы потом помнили, что человек умолчится всю жизнь. Знаете, ещё одна праздник. Идут два варшиловских стрелка. Мимо фамилии, как ухо. И один другого спрашивает. Варшиловские стрелки, чтобы вы помнили. Один другого тоже вот. Дерега, продукты, преподавания, не зараза, как что-то. И один другого спрашивает. Это компания. Он отвечает. Пушкин ответ. Отверг. Странно. Попал ты там, да? Да? Что это за писатель, который мне понравится? Сделай. Такого. Дальше. Смотрите. И раз эта территория такая сложная, а помимо того, что она сама по себе сложная. Вот посмотрите, у того же Левна там. Вот вам. Я только беру поэзию русскую. Посмотрите, как они, поэты русские, и писатели в том числе, определяли особенность той территории, в которой они живут. Смотрите, знаменитый его стишок «Родина». Возьмете, прочитаете. Но сейчас в школе у нас как преподавание строится? Ребятишки, я уже устал. Не перебивайте меня, ладно? Не мешайте мне. Только одно. Не мешай. «Родина» называется стишок, да? Вот смотрите, как он начинается. Начинает. Люблю отчизну я. И смотрите, дальше идет противительный союз. «Но странную любовь». Что это означает? Да нет, это не ее любить-то. Да что? Отсюда противопоставление. «Но странную любовь». И далее, смотрите, какая мысль развивается. «Не победит ее рассудок мой». Потому что по рассудку это говно любить нельзя. «Не победит ее рассудок мой». «Ваня, не мешает мне». «Не победит ее рассудок мой». Дальше смотрите, какие рассуждения будут. «Не слава, купленная кровью». «Но ведь слава-то России купленная кровью». «Всегда кого-то уничтожали, притесняли или проливали кровью». «Неполный гордого доверия покоя». Дальше, что он говорит. «Ни темной старины заветные предания, не шевелях во мне от радного мечтания». То есть история России также не является причиной ее любви. «Ни темной старины заветные предания, не шевелях во мне от радного мечтания». Видите, как полезно вчитываться в стихи. И вдруг опять противительный союз. «Но я люблю». Смотрите, какой опыт. Смотрите, что здесь рождается. Это рождение не к земле, а как к живому человеку. Вот так на противоволении только говорят о том, что любят человека, независимо от того, сволочь он по своей, наркоман, убийца. Но я люблю. Потому что любовь, вне разума. Вне факторов «за что?». И дальше говорю «за что?». Не знаю сам. И как гениальность говорит. И дальше пошел какой-то странный кинематографический ряд. Панорамы. Вам любой киношник скажет. Общие планы пошли. Вертолетные съемки пошли. Разливы рек ее. Подобные моря. Ее лесов. Безпрежных колыхал. Чуть какая-то. А это территория, которая определяет все. Независимо от того, что на этой территории творится. Сколько крови крови. Вот разливы реки, подобные моря. Ее лесов. Безпрежных. Вот хам. И дальше пошла, видите меня, какая-то группа ДДТ. Нет. Любые. Помните там? Целуйте девчонок за софт. И рьется дымом папироса. Играет гармошка. Дорога, дорога, дорога. Как вы думаете, почему в эти песенки такой, как бы это, такое, стопроцентное попадание? Так, я еще раз попрошу, хватит болтать и мешать. А потому что с детства каждый из вас знает эту тему. Потому что вы все, начиная со школьной скамьи, нанизаны на эту тему. И композитор, и поэт, и бог весть какие, угадая этот ритм. А раз угадали, все, значит, нравится. Вот он, проселочным путем, люблю скакать в хелете. И взором медленно пронзаю ночи тень. Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, рожащие огни печально в дереве. Вот он. На что это нанизано. А другой поэт, чуть позже, Леонидова. То же самое скажет, и то же через дорогу. Славная осень, здоровый ядреный, воздух усталый и силы бодрый. Лед неогребший, новички истуденный, словно как тающий сахар, рыжий план на расстоянии. Ну и смотрите, что. А оказывается, это огромная территория, которую можно понять только через скорость. Только через движение в пространстве. Потому что когда мы говорим о России, мы, прежде всего, о пространстве. И пространстве, которое не знает предела. Может усвоить суху. И больше ничего. Ее весом, безбрежных, которые выкранят. Разрывы веки, подробные моменты. И дальше. Проселочным путем, люблю скакать на деревья. И взором уменьшим, пронзая, ночи тень. Встречать по сторонам, вздыхая на ночи реки. Дорожащие огни, печальные предметы. И дальше на этой глупость пошла. Люблю дымок, испаленный жених. Скипи, застынувший овост. И на холме, свет желтый нюх. Чего там? Читу, пакалевище, берез. Светчиту, пакалевище, берез. С отразой, многим незнакомой. Я вижу полное умно. Избу покрытой соломой. С резными ставными окном. Это пейзаж каждого, кто едет. Мелькают картинки. Их праздник. Вечером расистом. Смотри, до полночи готов. Здравствуй, Венедикт Веронидович. На пляску. Стоп, а не вписись. Под говорок, я. Мужчков. А Венедикт Веронидович написал свою «Москва-петушки» в электричке. В электричке. В «Москва-петушки». Ведь моя дорога рядом с домом. Но я ехать, я там выхожу. И вот вас. Перекличка России. Знаете, к чему он приход? Есть пространство. Безумное, странное пространство. Которое на самом деле напрямую зациклено на время. Презоцветание пространства и времени дает потрясающие смыслы. Которые не сразу определивши. Не сразу даются в логике. Но они как будто эти смыслы. Здесь вот, знаете, в таком вот еще бульоне нерешенном существует. Знаете, что есть в этой ситуации? В этой ситуации есть следующее. А именно то, что Россия это то место, в котором нет определенного смысла, но все смыслы даны, модальности, они все здесь могут быть. Они просто не определили свои контуры. Они просто не определились еще в какой-то точной философской концепции. В точном образе. Но они все здесь есть. И не потому, что здесь самые лучшие, это все вид, что мы самые добрые. Скорее, камнисти. Примитивные люди. Это понимаешь, как только живешь в международном отеле, где приезжают наши ребята. И живут с такого же уровня социального, где-нибудь там люди с других стран. Отсутствие хоть какого-то элементарного бытового культурного уровня поражает, возмущает, стыдно становится. Из-за тарелки такая, ну, навалил, пошел, пожрал себе. Вчера только, вот тоже опыт был. Ну, народ там разный ведет. Все два. Взят, идуксышу, русскую езжешь. Взят, к вам баллы. Шо мне этот ресторан? Я в этой рубахе. И на пляж, и в ресторан. И куда хочешь ходить. И кто-нибудь в головне вот здесь, и вот все там, все. Я вам примером такой вот головысливский привести могу. Да ужас. Кто-бы хоть кому-нибудь помог, когда надо. Да ни хрена подолкну. Дестручки, да ни хрена подолкну. Эти люди с деньгами. Эти люди вроде бы, которые уже что-то добились. Или с образованием людей. И просто там какие-то, так сказать, эсферендовые компании. Да ничего подобного. Поэтому уж, знаете, как сказал один мой приятель. Народ русский добрый, но злой. Заметьте, мифом нашим является Мумум. Чтобы вам было понятно. Наш национальный миф, это повесть Мумум. Смотрите, какой добрый, хороший, и мой крестьянин Герасим. А нахрен он собачку-то топит. Справился, сволочь. Когда в пятом классе вот эту вот фигню преподавали детям. А вы все на этом воспитаны. А у каждого мальчишки и девчонки есть мечта о своей собачке. Каждый раз дергали за юбку своих родителей и говорили, мама, купи щенка. Купи котенка. А вам бабка вот эта вот преподавательница. Говорим, утопил и правильно сделал. Это протест против крепостного права, нахрен. Мы еще не заросли. А надо было протестовать. Я думаю всегда, где же парадокс. Причем здесь крепостное право и маленькая собачка. Что от этого изменилось, за то, что он взял ее и утопил? Какое-то проявление русской доброты. Утопить собачку. Там все сложнее. Потому что сам Тургенев немеет от этой жестокости. Там нет никакого восхищения Герасимом, если вынимательно прочитать этот текст. Не будете его с тем, что вам дают в школе. Потому что он таким образом, поступая, как настоящий язычник, он приносит эту невинную жертву бароне, как ему кажется, чтобы иметь возможность спокойно убежать назад к себе в деревню, и чтобы она больше его там не искала. Я же ради этого принес жертву. Я собачку убил. Вы скажете, какая дичь. А я скажу, это и есть ассоциалистического характера. Если у кавказцев убийство – простое тело движения, то у русских жестокость, как насморк. Вот вы только вдумайтесь, за что собачку убил? Кому он, если он такой был весь из себя сильный, и свободолюбивый, как вам говорили эти тетки, возьми собачку в котонку и тащи ее к себе в деревню. Ты же любишь собачку? Зачем ее убивать? А ведь он совершает обряд. Он надевает красную рубаху, а красную рубаху на руси надевали только палачи, если вы внимательно читали этот текст. И везет эту собачку, муму, куда? В трактир ведет. И просит у полового, чтобы он принес ему щи с мясом, чтобы вам было понятно, для крестьянина щи с мясом – недопустимый деликатес. Он крестьянин, по сути своей, вегетарианец. Потому что, извините меня, он в Ростов не пойдет, и, так сказать, места не купит. У него вот корова есть, лошадь есть, и все. А корова ему нужна не для того, чтобы ее резать, а для того, чтобы она молока давала. Это в основном щи пустые. Молоко, если коровка дает, и хлеб, хлебушка. Вот и все, весь в этом питание крестьян. И поэтому, когда он берет и собаке, собаке, чтобы вам было понятно, берет целую миску щей с мясом и дает до половой вертики ему вот здесь у миска. Мужик с ума сошел. А зачем он это делает? Он кормит эту собачку перед тем, как утопить ее. Он заранее своровал лодку. Он заранее знает, куда он ее отвезет, по Крымскому броду. Это все район станции парка культуры. Знаете, какое сочетание. Он плывет против течения, туда, по городам. Там не было никаких населенных пунктов. Там были деревни. И чтобы никто не видел этого его убийства, бросает эту собачку в воду. Ему кажется, что он совершает языческий обряд искупления. Теперь баррель не пошлет по его следу. Теперь подумайте, как это нелогично, как это непонятно, как это дико. И не укладывается ни в какую логику. Вот она, таинственная русская душа. Как говорит вам Достоевский, муставник, брат Дмитрия Хармазова? Слишком шеф, роман человек. Я в сын. Вот это то, что будет удивлять всех европейцев. Потому что все европейцы будут воспринимать нас по нашей литературе и будут удивляться этим парадоксом. Величие, сила голосальная. Герасимон, гигант и собачка. Чем у этой собачки? Чтобы вам было понятно. Берете другое произведение. Льва Толстого. Лев не собачка. Пояснится, что лев будет больше человеком, чем Герасим. Бросили в клетку к льву, собачку, му-му-му. Чтобы он ее сожрал. В зоопарке. А лев собачку не сожрал, пишет Толстой в своих сказках для детей, для народа. А всячески ее охранял, кормил и не давал ей возможности ее забрать у него из клетки. А когда она умерла, то долго тосковала. А тут не лев. Тут человек. Добрый русский. Большой. Тогда его не знают родиться. Тогда, когда он шликать собачку. А тетка вам, вам в школе говорили. Правильно сделала. Друг дела и все. А тут Чикатино. Вот так воспитывали его в хорошей советской школе. И тетка говорила, убил собачку и ладно. Главное ради чего? А ради чего? Ради протеста против крепостного права. А это тема. Представляете, протест против крепостного права. Что это за тема такая, не птиклассник? Что это за юридическая проблема? Собачка-то реально, а крепостное право это чтобы тетка выдвинула. Ну, раз она говорит, что собачек убивать надо, будем убивать собак. А крепостное право это пусть другие придет. Вот такие тетки. А мы собачек будем убивать. Ласки и боковые, вы можете. Потом на девочек перейдем. Тогда попростем. От доброты сердечных. Вот оно пространство. Что же мы сегодня говорили? О чем мы говорили? Помимо исторического романа. Мы говорили о том, что именно это пространство пытается освоить русская литература. С помощью своей карты. Мы сегодня только взяли с текущей родины. Чтобы я вам показал, как это пространство становится парадоксальным. Любить не за что, но оно само пространство. Представляет из себя сечение таких смыслов, таких глубин, которые оказываются не подвластны даже Кеннию Лярману. Все время противительный союз. Но, но, но. За что, не знаю сам. Осводится все каким-то странным, и вот тут мы еще одну особенность сейчас с вами подчеркнем, мы зайдемся к каким-то странным особенностям, которые потом в философии 20 века, в западноевропейской философии 20 века, только позже получат свою формулировку. Это философия экзистенциализма, переводит на русский язык, означает философия простого существования. Почему Леонидов заключает свою историю в следующей фразе? и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску, стопами мыслистом, подковарь пьяных мужичков. Если вы попытаетесь, например, распрутить любую тетку, учительку, она вам нанесет всякие глупостей здесь, идеологических, которые вас никак не теряют. «Это любовь к народу!» К какому-то пьяному. Но чем больше рыбал, тем больше любого. Здесь другая. И в праздник вечером расистом смотрите, на что обращаются внимание эти мои. Внимание. Вечер. Время. Опять влень. И уже не важно, что происходит в этот вечер. Главное, вот этот миг и в праздник вечером расист. Может быть, днем, увидев он этот пьяный разгул, никогда бы не воспринял это, как что-то удивительное. Но именно вечером, вечером расист, смотри, как полноча готов. А я всегда вспоминаю такую перекличку, как русские поэты чувствуют время. Был вечер. Небо мягкое. Воды струили стих шур-шур-шур. И у каждого из них есть особое время, как сказал Пушкин, пора мишу волка на собаке. Особое ощущение этого времени, как ну, при негу, того я процедал с тоской нежной, что ты явилась и с тобой помчаться по равнине с нежной. Смотрите, что делают русские поэты. Но вглубь закрылась ты снегом, под листья ясные банана, за серебро жемчужных мхол и пыль жемчужным фонтаном. Но ты пошла, я все узнал, смех на уста, в головах угроза. О, как все точно рассказал. Мне на стекле узор мороза. Ну, а там ощущение времени, ощущение экзистенции. Послушайте, я сейчас хорошую вам, глубокую вещь скажу, потому что к этому пришла вся наша лекция. А именно, вот это вот ощущение особого пространства рождало у русских поэтов и писателей особое ощущение времени, неповторимости мига бытия. Каждый миг неповторимый. Я сказал один французский писатель, «Ту ли мотан, дю мотан, все утра мира, все утра не похожи друг на друга. И в праздник вечером расистным, только в этот вечер, и только в этот вечер расистный, и больше ни в какой другой, он смотреть до полночи готов на пляск, стопанем и свистом, подговором Яна Кружечкова». Потому что этот миг будет неповторимым, не объяснимым. Это и есть суть философии экзистенции непосредственного существования. Смысл жизни в самой жизни. И не надо накладывать на эту жизнь никаких идеологических глупостей. Смысл жизни — это ощущение каждого мига своей жизни как неповторимого. потому что ты живешь в такой странной ситуации как Россия. Или как сказал один из героев «А наша уложка куда не скачет, все равно никуда не скачет». Все. Спасибо.